Девушки отдыхают Мы когда-то поклялись, что никогда не перестанем верить в себя. Если ты сдашься, значит все было зря. Все, что ты делал, все, что мы пережили за эти годы. Я не хочу верить, что наши мечты не сбудутся. Я не хочу верить. Берта! 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 Автор сценария – Штефан Роболь. Композитор – Энис Ротхев. Оператор – Ларс Либбольд. Продюсеры – Михаэль Савиньер, Марк Харина. Режиссер Тиль Эндеман. Карл и Берта. Карл и Берта. Берта! 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 Не понимаю, почему вы медлите. Родители получили ваше согласие несколько недель назад. Нужно объявить о помолвке. Нас ждет чудесное будущее. Вас уже можно поздравить. Мы ждем подходящего момента. Тогда желаю всем нам приятного вечера. Это революция. Это средство передвижения не будет ездить по рельсам. Лошади тоже будут не нужны. Мое изобретение каждому даст возможность ездить там, где ему хочется. Оно означает полную демократизацию передвижения. Проект предусматривает два периода. В течение первого будет разработан надежный двигатель. Второй период предусматривает создание безлошадной повозки, приводимой в движение этим двигателем. Я могу говорить откровенно? Ваш проект меня не убедил. Ты не представляешь, как тебе повезло. Только посмотри вокруг. Ты видела платье сестры Вильгельма? А ее украшения? Да, видела. Вильгельм симпатичный, успешный мужчина. Он сделает все, что ты пожелаешь. Но мои желания не связаны с деньгами. А, Берта. Господин фон Манштадт сначала тоже отреагировал спокойно, как и вы. Но потом... Мой дорогой господин Риттер, вы согласны, что в мире достаточно лошадей? Разумеется, но... Тогда для чего изобретать повозку, которая ездит без них? По многим причинам. Во-первых, не каждый может позволить себе держать лошадей и оплачивать работу персонала. Их должен иметь каждый. К тому же, на больших расстояниях лошади быстро устают, что является особой проблемой, если у человека тяжелый багаж. Для этого существует железная дорога. Или нет? Вот ты где. Вильгельм уже спрашивал про тебя. Тебе нехорошо? Я хочу домой. Что? Она совсем растерялась. Это от волнения. Пожалуйста, я хочу домой. Не устраивай сцену, а то все испортишь. Что испорчу? То, что после свадьбы отец Вильгельма даст моему отцу кредит? Берта, я не позволю упрекать меня в этом. Сейчас же извинись перед отцом. А кто извинится передо мной? Я думала, речь идет о моем будущем. И как ты его себе представляешь? Тебе за 20, а ты не знаешь, что ты хочешь. Все время новые фантазии. Пора принять мир, в котором ты живешь. Пришло время, чтобы рядом с тобой был мужчина. Лучшего кандидата нет. Слава Богу. Но и но. Видите ли, в последнее время меня познакомили с несколькими революционными идеями. И все они были только смешными фантазиями. Я финансирую только то, что принесет пользу. При всем уважении, как вы определяете полезность? У меня есть опыт, которого нет у вас. А теперь позвольте мне заняться гостями. Знаете, чего вам не хватает? Дальновидности. Готовности заглянуть в будущее. Карл, если бы все было так, как хотят люди, подобные вам, мы бы до сих пор жили в пещерах. Карл, а пользоваться огнем вы бы разрешили только за большую плату. Хватит, прекрати, черт возьми. Как ты можешь? Господин фон Манштадт не для того уделил нам время, чтобы выслушивать твои оскорбления. В этом мы с ним похожи. Я вам не помешаю. Я лишь ни к чему на мечтатель. Вы не один такой. Извините. Я не видел, что вы... И... О чем вы мечтаете, позвольте спросить. О мире, в котором многое совсем иначе. Где меня хотя бы слушают. И не мешают идти своей дорогой. И иметь свои идеи, какими бы бессмысленными они ни казались. О таком мире можно только мечтать. Не только, если человек готов что-то для этого сделать. Вы приехали в экипаже? Да. Но у моих родителей нет своего собственного. Хотя они и воображают, что скоро смогут себе это позволить. И к тому же своих лошадей. Скоро люди будут ездить на автомобиле, для которого не нужны будут лошади. Вместо тягловой силы будет маленький мотор. Путешествия перестанут быть привилегией только богатых. Больше никаких лошадей. Каждый сможет позволить себе автомобиль. Вы серьезно? Конечно. И вы уже построили такой автомобиль? Нет. Пока нет. Но я это сделаю. Мерте! Мерте! Отец! Это господин... Бенц. Это господин Бенц. Мы очень мило поговорили. Фридрих Рингер, очень приятно. Прошу извинить мою дочь. Она иногда забывает, как нужно себя вести. Все нормально. Мне тоже было очень приятно с ней пообщаться. Пусти. Прекрати вести себя как ребенок. В этом доме тебя ожидает весь мир. А здесь ничего и никто. Тебе так тяжело решиться быть с этим человеком? Вот и она. Она пришла. Ей уже лучше. Что случилось? Мне стало трудно дышать. Это отволнение. Ты так взволнована. Это понятно. Теперь, когда все собрались, можно объявить о помолвке. Да. Поможем поговорить? Вам лучше? Вильгельм, я... Я... Я знаю. Я тоже сегодня очень волнуюсь. Правда. Я не могу обручиться с вами. Но я люблю вас. Боюсь, что у нас разные представления любви. Да. Но... Суд, мне очень жаль. Я вас искал. Мегиня. Карл! Я хотел спросить вашего отца, можно ли мне с вами потанцевать. Я решаю только я. Я решаю только я. Ты опозорила нас своим поведением. Как ты могла пренебречь такими людьми, как Манштеттейн? Они были готовы признать тебя своей невесткой. Но я не люблю Вильгельма. Ты так и не поняла, что у тебя есть обязанности. Берта! Я не хочу быть супругой, которую, как мебель, передвигают туда-сюда, только для того, чтобы она подходила к обстановке. Я этого не хочу. А вы хотите для меня такого будущего? Для чего? Для чего вы дали мне хорошее образование? Наверняка не для того, чтобы ты вела себя так дерзко. И к тому же ты связалась с этим бездельником. Господин Бенц не бездельник. Его изобретение изменит весь мир. Твой мир, он, кажется, уже изменил. Да, я этому очень рада. Господин Рингер? Что случилось, Луиза? К вам пришли. Я же просил меня не беспокоить. Но молодой человек не уходит. Добрый день, господин Рингер. Добрый? Да. Да. Что вы себе позволяете? Вы хоть понимаете, что вы навредили не только моей семье, но и самому себе? Я понимаю ваше возмущение, но я не знал, что у вашей дочери был жених. Я не знал, что у вашей дочери был жених. В то время. Значит, вы пришли, чтобы извиниться? Прежде всего, я здесь для того, чтобы попросить у вас разрешения встретиться с вашей дочерью. Для меня было бы большой честью пригласить вас с супругой и дочерью на загородный пикник. Забудьте об этом. Моя дочь не хочет, чтобы вы за ней ухаживали. Прощайте, господин Бенц. Фройлен Рингер? Извините, пожалуйста, я... Камей, я не вовремя? Нет. Ну что вы. Сейчас. Добро пожаловать в мою скромную мастерскую. Кажется, вы много работаете. Вы пришли одна? Надеюсь, вас это не шокирует. Надеюсь, это не будет шоком для вашего отца. Он об этом знает? Конечно же, я ему скажу. Я и не надеялся опять вас увидеть. Просто я все время думала о вас. О ваших планах. В вашем изобретении. Это только наброски, первые эскизы. Я хочу построить приводной двигатель. Вы серьезно в это верите? Да. Настолько серьезно, что некоторым даже страшно становится. Мне совсем не страшно. Поверь вам на слово. Карина, не скажешь родителям, что я с ним виделась? Конечно, нет. А что говорят его родители? Когда ты с ними познакомишься? Они умерли. Берта, ты не боишься будущего? Нет. Минуточку. Одну секунду. Да. Сейчас. Я сейчас. Не двигайся. Это займет две минуты. Так долго? Не двигайся. Не двигайся. Я люблю тебя. Не двигайся. Я выхожу из игры, Карл. Считай, что у нас больше нет деловых отношений. Ты не можешь этого сделать? Мне надоело, что ты вредишь моей репутации. Господин фон Манштадт был не первым. И наверняка не последним, с кем ты меня поссорил. А что будет с фирмой? Не знаю. Ну, ты что-нибудь придумаешь. Ты же такой изобретательный. Аргуст, автомобиль? Это лишь пустые фантазии. Никто этим не заинтересуется. Эти фантазии перевернут мир. Знаешь, что самое печальное? Когда человек, перед которым открыт весь мир, теряет всё только потому, что идёт не той дорогой. Я никогда не откажусь от своих идей. Никогда. Удачи, Карл. Пожалуйста, пойми, прежде чем мы поженимся, я хочу обеспечить тебе достойную жизнь. У меня почти ничего нет. Доля Риттера была гораздо больше моей. И... И... Я сделаю всё, чтобы как можно быстрее расплатиться с долгами. Обещаю. Я обещаю это от всего сердца. Но я понимаю, что... Не могу требовать от тебя ждать меня. Вам с женой ещё что-нибудь принести? Извините. Это он тебя прислал? Нет, конечно. Он пытался меня остановить. Тогда почему ты всё равно пришла? За его спиной. Потому что в противном случае Карл будет занят только выплатой долгов. Вместо того, чтобы осуществить свои планы. Думаешь, у него получится? Я его знаю. А ты знаешь, что о нём говорят? Да. Что он одиночка, которого никто не может образуить. Что он замечательный механик. И что автомобиль станет потрясающим изобретением. Но... Четыре тысячи золотых мар, Берта. Четыре тысячи двести сорок четыре, если быть точным. Это целое состояние. Нет. Это исключено. А если это будет в счёт моего приданого? Я понимаю, что моя просьба необычная. Неудивительно. Тебе свойственно всё необычное. В этом же случае это безрассудство. Я люблю Карла. Думаешь, этого достаточно? Как ты могла это сделать? Я тебя не понимаю. Моё приданное поможет тебе сразу выплатить долг Ритору. Но что твой отец теперь обо мне думает? Главное, чтобы ты осуществил свою мечту. Иногда ты меня пугаешь. Твоя вера в меня так сильна. Я верю в нас, Карл. В нас. Я верю в нас. Мужество вашей дочери просто удивительно. Думаете, у нее будет счастливая судьба? Уважаемая госпожа Рингер, Господь хранит нас на нашем пути. Но мы сами отвечаем за то, какой путь мы выбираем. Я вас уверяю, все долги будут выплачены 1 августа. С этого момента фирма будет принадлежать только мне. Я еще раз хочу подчеркнуть, как я вам благодарен. Моя дочь любит вас, Бенц. В глубине души мне всегда нравились талантливые чудаки. Пожалуйста. Но если я когда-нибудь узнаю, что вы сделали мою девочку несчастной, этого не будет. Никогда. Поздравляю. За молодых пусть они найдут свое счастье и да исполнится их мечтой. За молодых. За их счастье. Мангейм, 1879 год. 9 лет спустя. Быстрее, ты меня не догонишь. Догоню. Не догонишь, не догонишь. Я тебя поймаю. Ойген, Рихард, идите гулять во двор. Хорошо. Я тебя поймаю. И присмотрите за Кларой. Хорошо, твоя очередь. Я все сделаю. Хорошо. Господин Бенц, новый заказ. Эти замки нужно сделать до следующих выходных. Сделаем. Господин Бенц. Да. Может, не стоит брать все заказы? Я не могу ни от чего отказываться, Йозеф. А как же ваше изобретение? Мне нужно кормить семью. Я и тебе еще не выплатил зарплату. Мне так нравится работать у вас. Такое ощущение, что земля стала быстрее вращаться. Кажется, все сговорились против меня. Сначала обвал на бирже, потом повышение процентной ставки. Я бы так хотел, чтобы ты и дети жили в доме, подальше от мастерской. Тогда мы будем тебя видеть еще реже. Не волнуйся. Я найду, у кого одолжить немного денег. Я могла бы поговорить с отцом? Нет. Нет, мы сами справимся. Я больше не могу продавать вам в кредит, госпожа Бенц. Я знаю, что дела у вашего мужа идут неважно, но... Не волнуйтесь за моего мужа. Он работает над великим изобретением. Пошли. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Карл? Почему ты не спишь? Карл? Мне пришлось уволить Йозефа Так больше не могло продолжаться Я хотя бы выклатил ему зарплату Он себе что-нибудь найдет Он пожелал мне удачи, нам И чтобы мы, несмотря на все проблемы, не забывали Об автомобиле Пенс, неужели вы боитесь лошадей? Я их уважаю Очень уважаю, господин Бюллер Фотопластины в мастерской Не торопитесь Я хочу сам убедиться Подходят ли они мне Вашим коллегам До сих пор не удавалось мне угодить Уверен моей работой, вы останетесь довольны Посмотрим Что ж Отлично Превосходно, Бенц Позвольте предложить вам чай с бузины Моя жена Берта Замечательно Разрешите представиться Придворный фотограф Эмиль Бюллер Вы пришли за пластинами? Точно Муж увлекался фотографией в студенческие годы Да Так, совсем чуть-чуть Он даже сам сделал себе камеру Отлично Переделал И Что вы строите? Повозка, которая будет передвигаться благодаря не лошадям, а двигателю Двигателю? И Что же это будет за двигатель? Двигатель, работающий на топливе Вот как Он еще не готов Но уже есть план его создания Нужно только его построить Инвесторы? Вы могли бы принять в этом участие, господин Бюллер Правда? Берта Если Говори честно Сделать что-то для будущего Это всегда правильно Не правда ли? Значит Мы будем строить Ваш двигатель Бенц Бенц Господин Бюллер Бенц Бенц СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Самое главное — начать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Карл, не хмурься. Так, спасибо. Ты слишком много работаешь, тебе нужен отдых. Работа не закончена. Что я ему скажу? Вот и он. Очень вовремя. Разрешите представить? Карл Бенц с супругой. Добрый вечер. Добрый вечер. Нам очень любопытно. Расскажите же моим друзьям о вашем невероятном изобретении. Двигатель ведь уже готов? Не так ли? Я скоро закончу. Ты опять работал всю ночь. Карл, тебе нужно выпить что-нибудь горячее и поесть. А потом ляг, поспи. Оставь меня, пожалуйста. Так дальше продолжаться не может. Тебе нужен покой. У меня нет времени. Дети жалуются, что почти совсем тебя не видят. У меня каждая минута на счету, чтобы закончить работу. Бюллер дал мне последний срок до конца года. Ему нужен результат. И ты единственный, кто может обеспечить этот результат. Не будь такой наивной. Думаешь, я единственный, кто работает над созданием двигателя? Это только вопрос времени. Скоро мы сможем прочесть в газете, что меня уже опередили. У меня пока нет ничего, кроме идеи. Если мой двигатель не заработает, то идея о создании автомобиля так и останется только навязчивой идеей. Хотя моим двигателем все равно никто не интересуется. Добро пожаловать. Счастливого Рождества, дедушка. Спасибо. Луиза. Спасибо. Счастливого Рождества, дедушка. Добро пожаловать. Счастливого Рождества. Берта. Папа. Добро пожаловать домой. Мама. Наконец-то. У нас гости так не кстати. Бабушка, можно посмотреть ёлку? Конечно. Какая красивая. Карина, рада вас всех видеть. Госпожа Бенц, мы с женой хотели лично поздравить вас с праздником. Счастливого Рождества. Счастливого Рождества. Что это? Минуточку внимания. Это нам? Конечно. А где же наш неутомимый изобретатель? Он изобретает. Кажется, сегодня это в моде. Мы живём в очень интересное время. Можно так сказать? Правда. Очень интересное время. Передайте своему мужу наилучшие пожелания, когда вы его увидите. Ты наверняка удивлена, что мы не сказали тебе о свадьбе Карины. Мне не показалось, что она счастлива. Она живёт так, как она хотела. Как и ты. Да. Мой муж любит и уважает меня. Это любовь, когда из-за его безнадёжных фантазий все смеются над тобой и детьми. Это уважение? Давай лучше пойдём к детям. Им уже не терпится получить подарки. Это была ошибка, Берта. Все это знают. Твой муж почти банкрот. Он по уши в долгах. У него есть очень хороший инвестор. Которого он, вероятно, лишится. Но я не буду ему помогать. Больше не буду. О Танныбом, о Танныбом, dein Kleid will nicht was lehren. Die Hoffnung und Beständigkeit gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit. О Танныбом, о Танныбом, dein Kleid will nicht was lehren. Почему папа даже сегодня занят? У него много работы. Он делает это для нас. Но сегодня же Новый год, и мы будем лить свинец. Давай, давай! Это будет здорово! Спокойной ночи. Хороших снов. Мама! Да. Новый год будет хорошим. Он будет замечательным. Мы должны в это верить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КАРЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Смотри на меня. Так дальше жить нельзя. Это невозможно. Я не хочу тебя потерять. Никакая мечта этого не стоит. Карл, пожалуйста, выслушай меня. КАРЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК КАРЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК КАРЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мама, заплетай дальше, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так уже можно жить, да, Бэнс? Это только начало. Можно наладить более активное производство двигателей, но для этого нужно больше средств. Мы превратим нашу фирму в акционерное общество. Акционерное общество? Да, конечно. Больше капитала, больше производства, больше прибыли. И все счастливы. Кто будет руководить моей фирмой? Что? Кто будет руководить моей фирмой? Разумеется, вы останетесь нашим гением. Вы будете создавать двигатели. Разве кто-то сможет делать это лучше вас? А мы, акционеры, займемся финансовыми делами, чтобы разгрузить вас. И кто станет акционером? Я уже поговорил с несколькими людьми. Они потрясающие, с положением и очень-очень богатые. Бэнс, не упускайте этот шанс. Сильнее. Акция завода двигателей, Мангейм. Казалось бы, просто риск бумаги. Но зато какой ценный. Новый капитал пойдет на развитие производства. Насколько я слышал, Маштетты тоже участвуют? Кажется, они не хотят больше операций и упускать новые возможности. Будьте начеку. Чуть-чуть вниз. Вы правы. Я только хочу, чтобы ты и твои дети были счастливы. Просто счастливы. Жили без забот. Я больше ни о чем в жизни не мечтаю. Завод двигателей Мангейм Карл Бэнс. Здорово. Поздравляем. Давайте сюда. За работу. Таким образом, система двигателя Бэнс не только абсолютно надежна, но и имеет минимальный износ благодаря малому числу оборотов. В чем уникальность нашей системы? Регулируемый дроссель, батарейное зажигание, раздельные поршни для подачи топлива и воздуха. Отсутствует неприятный запах и опасность возгорания. Благодаря этому двигатель идеален для автомобиля. Я считаю его создание следующим шагом, который мы должны сделать вместе. Господин Бэнс, при всем моем уважении, не утомляйте нас этими деталями. Лучше скажите нам правду. Что вы имеете в виду? Вам что-нибудь говорит имя Готлиб Даймлер? Господин Даймлер вместе с неким Николаусом Отто уже разработал двигатель, готовый к серийному выпуску. Насколько я слышал, он собирается с его помощью приводить в действие транспортное средство. Странно, но его идея очень похожа на вашу. Я скажу вам правду, господин фон Манштадт. Я не имел удовольствия быть знакомым с господином Даймлером. Да, я только знаю, что его двигатель кардинально отличается от моего. Почему так произошло, что завод двигателей в Дойце угрожает вам судом и требует остановить производство? Из-за нарушения патентного права. Они требуют 37 тысяч золотых марок. Господин Бенц, возможно, вы прекрасный изобретатель, но в делах вы ровным счетом ничего не смыслите. Своим небрежным отношениям вы наносите вред всем акционерам. Мы все поверили вам и купили акции. Уверяю вас, что я сделал это изобретение совершенно самостоятельно. И мне все равно, что требует господин Даймлером. Пожалуйста. У меня к вам следующее предложение. Вы отдадите нам свои акции, выйдите из правления и передадите нам все будущие патентные права. Взамен мы уладим эту неприятность. Не так ли? Вы что, серьезно? Я не могу. Это моя фирма и мои изобретения. Господин Бенц, если вы хотите сохранить свое право на изобретение, вы потеряете всех акционеров и инвесторов. И вы сами будете выплачивать 37 тысяч. Вы хотите, чтобы ваша замечательная семья прошла через это? 37 тысяч. Это больше, чем... 10 моих двигателей. А если мы все-таки будем судиться? Ведь речь идет о системе батарейного зажигания, которую ты сам разработал. И Даймлер тоже. Только он ее запатентовал быстрее, чем я. Я допустил ошибку. Очень серьезную ошибку. Ничего страшного. Это очень большие деньги. Но акционеры наверняка дадут тебе взаймы. Карл. Карл. Они хотят, чтобы я продал все свои акции и таким образом потерял контроль над фирмой. Ни в коем случае. У нас нет другого выхода, Берта. Если я отклоню их предложения, у меня будут новые долги. Их будет больше, чем когда-либо. Это значит, что нужно искать новых инвесторов, прежде чем уволить рабочих. У меня обязательства по отношению к ним. Это значит... Значит, опять придется начинать сначала. И все, что мы могли себе позволить... Мы когда-нибудь опять сможем себе позволить. И даже больше. Я верю в нас, Карл. Я все еще в нас верю. Пожалуйста, вери, ты. Роза цветет в лесу. Чудесно. Господин Бюллер. Бенц, у нас была назначена встреча? Нет. Я вас долго не задержу. Вы наконец-то подумали обо всем и приняли решение? Да, принял. Извините. Что вы себе позволяете? Я очень благодарен вам за все, что вы для меня сделали. Но я не готов отдать свою фирму в чужие руки. При этих обстоятельствах я хочу аннулировать наш договор и выплатить штраф за его расторжение. И вы думаете, что сможете без меня и без акционеров опять встать на ноги? Господин Бюллер. Дамы. Я всем очень благодарен. Мне очень жаль. Спасибо. Всего доброго. Большое спасибо, господин Бенц. Красивые дети рождаются тяжело. Спасибо, Йозеф. Пошли. Счастливо. Сообщите, когда мы вам опять понадобимся. Всего хорошего. И вам, госпожа Бенц. И вам. Госпожа Бенц. Дети. Йозеф. Надеюсь, до скорого. До свидания, госпожа Бенц. Всего вам хорошего. И вам. Не понимаю, почему мы опять стали бедными? Мы не бедные. Просто нам нужно экономить. Так бывает у деловых людей. То взлёт, то падение. Но у нас взлёты бывают редко. Знаете, всё опять быстро наладится. Если вы мне поможете. Госпожа Бенц. Вам телеграмма. Мне? От кого? От Августа Рингер. Малышка. Спасибо. До свидания. Мама! Мама, что случилось? Гарта. Что случилось? Я просто вручил ей телеграмму. Мама, что случилось? 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 Фридрих Рингер был великим человеком. Он всегда терпеливо и смиренно переносил все тяготы судьбы. Это стоило ему больших сил. В последние годы это было особенно заметно. Он меня как-то спросил, в жизни больше нет места для мечтателей? Оно должно быть. Но есть реальности жизни, с которыми мы сталкиваемся. И смерть – одна из них. Давайте рассматривать этот день как призыв к тому, чтобы пересмотреть нашу жизнь. Потому что тот, кто слишком долго мечтает и слишком поздно понимает это, рискует загубить свою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Берт, что ты делаешь? Перестань, в твоем положении нельзя. Оставь меня, уходи. Мама! Все хорошо, Оин. Пойди поиграй с сестрой. Позволь мне тебе помочь, Берт. Мне не нужна помощь. Субтитры создавал DimaTorzok Я еду в Ульман. У меня встреча с двумя потенциальными инвесторами. Я вернусь до родов. Выдан патент на локомотив на жидком топливе. Господин Роза, господин Эслингер, я очень рад, что вы уделили мне время. Да, да. Вы ознакомились с моей системой двигателя? Что? Проспект. Ах, это, да. Ваш двигатель. Мы много об этом слышали. Надеюсь, только хорошее. Говорят, у вас отличные моторы. Но... Почему вы так мало их выпускаете? У меня не хватает мощностей. Поэтому я ищу инвесторов. Отлично. Увеличение прибыли. Так, так. Увеличение прибыли. Но у меня есть еще один проект. Более серьезный. Но я раньше не пробовал. И что? Тот, кто мечтает о безлошадной повозке, не испугается такого маленького шарика? Девушки отдыхают. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. Здорово. Молодец. И? Теперь вы верите в мои идеи? Патент. 1886 год. Семь лет спустя. А где сейчас папа? А где сейчас папа? Запатентовано. 2 ноября 1886 года. О, папа. Сегодня великий день. Этот момент настал. Проезжайте, господин Бенц. Проезжайте. Он едет. Пропустите первую безлошадную полоску. Разойдитесь. Расступитесь. Это революция. Дамы, посторонитесь. Освободите улицу. Пожалуйста, разойдитесь. Спасибо. Расступитесь. Первая безлошадная полоска. Без лошадей, без волшебства, без магии. Это чудо технологии. Разойдитесь, господа. Посторонитесь. Дайте проехать революционному автомобилю. Потрясающе. Потрясающе, господин Бенц. Великолепно. Великолепно. Он и правда едет. Потрясающе. Господин Бенц, вы ранены? Господин Бенц, все в порядке? Господин Бенц, все в порядке? Да, да. Безобразие. Что за чертовщина? Кошмар. Где это видано? Убирайтесь отсюда. Освободите улицу. Просто кошмар. Какой ужас. Что это такое? Что это такое? Красно. Давай. Карбюраторе течь. Нужно было сделать подвеску колеса более стабильной. Мы здорово сглупили. Автомобиль еще далеко не идеален. Как можно было это предвидеть, не опробовав его? Главное, что ты поехал. Но не уехал далеко. Карл. Автомобильный двигатель больше не мечта. Сегодня он стал реальностью. Господин Бенц. Карл Бенц. В чем дело? В вашем чудовищном автомобиле. Что скажут Роза и Эсслингер? Автомобиль, который должен заменить экипаж, проехал несколько метров и развалился. Автомобиль, на котором запретила ездить полиция. Что вы о ней там не думали? Ты должен показывать свой автомобиль людям. Они должны знать, что он есть. Нет. Многое нужно усовершенствовать. Мы немного подождем. Ты не можешь больше ждать. А что, если тебя опять опередят? Может, так было бы даже лучше. О чем ты? Что ты хочешь этим сказать, я тебе спрашиваю? Карл. Оставь его. Сегодня у всех нас был тяжелый день. Нет! Пусть мой сын не ответит. Тебе это не понравится. Что мне не понравится? Что все считают тебя ненормальным. И все над нами смеются. Все! Это из-за твоего дурацкого изобретения. А ты? Ты тоже веришь, что моя работа бессмысленна? Я не знаю. Это из-за твоего дурацкого изобретения. Эти часы надлежали моему отцу. Это все, что у меня от него осталось. Ты знаешь, что я с ними делал? Я их полностью разбирал и собирал. Много раз. Я хотел понять, как они работают. Они твои, если хочешь. Спасибо. Папа, что? Ты покажешь автомобиль на выставке? Не знаю. Для этого нужно создать новую модель. Мы справимся. Если уж начало положено. Нет, спасибо. Это плохо. Очень плохо. А я надеялся, что от покупателей отбоя не будет. Плохо. День еще не закончился. Да. Но когда он закончится... А он закончится. И тогда... И тогда... Всему конец. Не обижайтесь. Это и есть известный автомобиль? Вы о нем слышали? Даже чаще, чем мне бы хотелось. Господин Бенц, верно? Мы с вами уже встречались? Только через адвокатов. Готлиб Даймлер. Тем не менее, очень приятно познакомиться. Мне тоже. Вообще-то... Мы с вами в одной лодке. Мы изобретаем революционные вещи. К ним есть некоторый интерес, но... Одним интересом сыт не будешь. Может, нам стоит когда-нибудь объединиться? Если наши фирмы еще будут существовать... Про свою фирму я этого с уверенностью сказать не могу. А вы про свою? Вот видите? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты уже вернулся? Не было смысла там оставаться. Сколько заказов? Ни одного. Роза и Эсслингер приостановили инвестиции. Но ты будешь совершенствовать свой автомобиль. И ты опять его покажешь. И с большим успехом. На следующей выставке где-то никого не заинтересует? Во время следующей пробной поездки, которая опять закончится ничем и окончательно уничтожит мою репутацию? Нет, Берта. Ты и дети уже достаточно намучились. Все в прошлом. Я связался с Фильгельмом Манштеттан. Он готов выплатить мои долги, если я передам ему права на автомобиль. Ты не можешь этого сделать. Это твой автомобиль. И он поедет. Ты это докажешь. Нельзя сдаваться, Карл. Не сейчас. Я больше ничего не хочу об этом слышать. Когда мы с тобой познакомились, ты... Да, но у меня больше нет сил. Я не могу. Если ты сдашься, значит, все было зря. Все, что ты делал. Все, что мы пережили за эти годы. Я не хочу верить, что наши мечты не сбудутся. Берта! 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 5 августа 1888 года. На следующее утро. Дорогой Карл, не волнуйся я у мамы. Берта. Господин Бенц! Этого не может быть. Боже мой. Господин Бенц! Господин Бенц! Господин Бенц! Автомобиль пропал. Когда я пришел, ворота были открыты, автомобиля не было. мне вызвать полицию? Но... Господин Бенц! Нужно что-то предпринять. Кто-то приехал. Доброе утро! Доброе утро! Не так ли? Кому как. Хорошо, что вы все-таки приняли разумное решение. Доброе утро, Бенц. И? Где же этот... автомобиль? Уехал. Уехал? А ваша жена... тоже уехала. Тоже уехала. Вот как. Интересное утро. Папа страшно возозлится, что мы уехали без него. Я сказала, что это сюрприз. Но автомобиль далеко не уедет. Поверь. Уедет. Должен уехать. Это и будет наш сюрприз. Вот увидите, когда мы приедем к бабушке, все будет хорошо. Да. Наша Берта молочина. Чертовка. Она редко вела себя, как подобает даме, не так ли? Она совершенно особенная. Наверное, слишком необыкновенная для такого человека, как вы. Она никогда не доберется до Фортсхайма. Мой дорогой Бенц, давайте на чистоту. Мне нужны права на патент, которые вы мне пообещали. Прямо сейчас. Договор. Мы, наверное, недалеко от Вислаха. На лошадях мы бы так быстро не доехали. А если бы и доехали, то их пришлось бы менять. Что случилось? Мы взяли мало горючего. Что вы намерены делать с патентом, если я вам его передам? Время покажет. Вы планируете дальнейшие разработки? Полностью предоставьте это мне. Вы займетесь производством автомобиля? Я обговариваю это с отцом. И через какое-то время мы начнем производство. Здравствуйте. Здравствуйте. Что желаете? У вас есть пятновыводитель? Да, много разных. Нам нужен слеграин. Такой тоже есть. У вас есть еще? Сколько вам нужно? Все, что есть. Что у вас случилось? И как это называется? Это автомобиль. Его построил мой муж. Карл Бенц. Невероятно. Ну и ну. Осторожно. Смотри, что сейчас будет. Надо же. Молодец. Браво. Отлично. Я приготовлю вам еще. На обратную дорогу. Спасибо. До свидания. Что папа там делает? Кажется, у него важный разговор. А почему мамы тоже нет? У нее очень важные дела. Когда ты дашь мне горячее молоко? Я над этим работаю. Сейчас. Накладка совсем стерлась. Что будем делать? Господи. У вас что, лошади убежали? Может дать вам лошадь? Или на этой штуке вообще нельзя ездить? Можно. Подойдите ко мне. Встаньте сюда. Отвернитесь. Вот так. Это невероятно. Неслыханно. Какая фривольность. Неслыханно. Невероятно. Попробуй этим. Значит, вы думаете, что Берта не доберется до Портсхайма? Думаю. Вы вообще не верите в мой автомобиль? А в прогресс вы верите, господин Манштадт? Вы вообще во что-нибудь верите? Я верю только в удачу, дорогой господин Бенц. Вопрос в том, во что вам еще осталось верить. И поэтому вы должны принять решение и подписать, пока не поздно. Двигатель не потянет. Нужно было ехать через долину. Такой крюк. Мы бы потеряли много времени. Давай. Ойген, Рихард, куда вы? Алло, давайте. Все это только вопрос с Верой. Не так ли? Спасибо. Думаю, дальше мы сами справимся. Еще раз огромное спасибо. Пожалуйста. Рада помочь. Хорошо вам добраться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Господин Бенц. Господин Бенц. Господин Бенц. Все в порядке? Папа. Ваша мама всегда верила в меня. В нас. В нас всех. И поэтому я сегодня поверил в нее. Ты не подписал заговор. Она справится. Да. Справится. Боже мой. Папа пришла телеграмма из Фортсхайма. Госпожа Бенц. Луиза. Луиза. Скажи маме, что она обязательно должна это увидеть. Но ее нет дома. Она уехала к вашей кузине. Ах, как жаль. Мама. Мы сделали это. У нас получилось. Боже. Благополучно добрались до Фортсхайма. Берта. И? И? Ну, это же... Это... Замечательно. Это грандиозно. Фантастика. Она сделала это. Вы это сделали. Да. У нас получилось. У нас получилось. Всего 12 часов 57 минут. Нам понадобилось только 12 часов 57 минут. Когда-то мы поклялись. Что никогда не перестанем. Верить друг в друга. Верить друг в друга. Фильм основан на событиях из жизни Карла и Берты Бенц. Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ГТРК Культура. Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ГТРК Культура. Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ГТРК Культура. Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ГТРК Культура. Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ГТРК Культура. Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ГТРК Культура. Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ГТРК Культура. Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ГТРК Культура. Субтитры создавал DimaTorzok